Владимир Михайлович, ну во-первых, искренне поздравляю вас с такой хорошей выставкой. Объективно очень мне понравилось. Есть свежесть восприятия Киева, есть те вещи, которые может кто-то не замечает. Вот скажите, пожалуйста, для вас, так много лет прожить в этом ремесле и не пресытиться им. Как вам это удалось? Ну, я очень люблю графику. Поэтому, может быть, я преподаю фото-ритографию в запрещенной фотографии, а там еще скучно, надо все время всем рассказывать, показывать. Поэтому приходится на своем опыте показывать. Я по-другому делаю все и работаю, и показываю. Скажите, а что самое сложное в этом жанре? Потому что, ну знаете, вот есть абстракционисты, есть люди, которые рефлексивно пишут. А здесь, мне кажется, самое главное все-таки трудолюбие. Ну, здесь, в принципе, я вот такой кондовый реализм. И, как я сейчас называю, это новый реализм, так называемый. Просто уже проситился абстракционизм. Все хочется все-таки увидеть, что-то наваимое что-то. Что вот этот пейзарик, этот дом, вот этот мотопактив, вот раньше я жил. И там еще чего-то. Такого плана. То есть, оно такое должно быть родное. Скажите, а вот сколько примерно времени уходит на создание, ну вот такой работы, которая у вас за плечами? Ну, где-то около месяца двух-трех. То есть, кропотливый, напряженный. Нормально, хорошая работа. Что вы пытаетесь передать своим студентам? Любовь к яфике, прежде всего. И свободу в мыслении. Это не творческие, это работа. Это просто работа между творческими работами. Я долгое время делал карту Таро. Большой карту, 21 карта у меня есть. Потом делал, у меня есть серия большая литография, святых. Ставинский календарь. Сейчас делаю литографию, серию «Перекровь деньги». И между ними я делаю вот такие работы, просто чтобы не забыть ремесло. Скажите, а что вы пожелали бы, может быть, сами себе, в первую очередь, ну, как человеку, который достиг колоссальных высот? Смотрю, 35 персональных выставок, 80 коллективных выставок, прекрасная ваша, как бы, историография во всех лучших музеях, в том числе и мирового уровня. Вот чего вы еще не достигли в своем ремесле, и чего бы вы хотели достичь? В принципе, в вашем душе это здоровье, а страной купил, не знаю. Но тем не менее, все, что мы здесь видим, все, что вы успели запечатлеть, оно останется на века. И хотелось бы, чтобы вот эти контуры Киева за вашей спиной действительно были как можно дольше узнаваемы. Вот я хочу пожелать вам, человеку, который состоялся в искусстве, узнаваемости, уважения, потому что есть ученики, ну, а самое главное, здоровье, долголетие. Спасибо вам за то, что вы делаете прекрасную работу, и я думаю, этот труд не пропадет. Не знаю. У меня сейчас параллельно идет выставка в центре Пампидур. Это у моих творческих работ. Во Франции? Во Франции. Кому же одна работа подалась, мне звонили за 800 евро. Ну, желаем вам, чтобы эта выставка была не менее успешной, чем в центре Пампидур. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.